Леневский Дом культуры организовал для школьников поселка Квест-Игру. Хорошая погода позволила провести мероприятие на свежем воздухе в парке отдыха. Майскую Квест-Игру «Мы патриоты Родины» своей Дом культуры посвятил Великому Дню Победы. Для участия приглашались шестые классы. Изъявили желание поиграть представители первой, третьей и четвертой школ. Таким образом, было сформировано три команды, которым предстояло бороться с равными соперниками. Сплоченность команды продемонстрировала четвертая школа, порадовав слаженностью работы уже на конкурсе визиток. Наша команда! Россияне! Наш девиз! За Россию! За народ! За человечество! Вперед! Получению маршрутных листов предшествовал конкурс капитанов. На каверзные вопросы военной тематики отвечать было непросто, но с помощью товарищей по команде испытания капитаны успешно прошли. Солдатские носки. Максим, что же это? Портянки. Отлично. Дальше. Готово? Судовая кухня. Как на судах называется кухня? Паёк. Паёк. Ребята, бригантина, знаете? Нет. Камбус. Правильно, кто сказал? Отлично. Аплодисменты. Первая школа отвечает. И четвертая ответили на предыдущий вопрос. Так. Солдатская тюрьма. В трибунал? Нет. В казарме? Нет. В казарме... Это не тюрьма, казарма. Гаупт вахта. Правильно, гаупт вахта. В маршрутных листах команд прописана очередность прохождения этапов. В общей сложности их шесть. На этапах ребят ожидают не работники ДК по обыкновению, а школьники чуть старше самих участников игры. Это волонтёры культуры по программе, реализуемой Домом культуры. Это совершенно недавно у нас появилось. Это направление, это всё идёт с Новосибирской области. Мы сотрудничаем. Так и называется проект волонтёры культуры. Ребята непосредственно на добровольных началах помогают нашему Дому культуры в организации проведения общепоселковых мероприятий и непосредственно Дома культуры. Они больше, конечно, занимаются организационными вопросами, но надеемся, что в дальнейшем мы это разовьём, и они будут и вести мероприятия. Пока у нас очень мало ребят ещё, мы всё это начинаем, но надеемся, что мы расширим это. В основном сейчас это школьники, в основном это восьмой класс разных школ, и у нас ещё есть уже непосредственно работающая молодёжь. Нас мало, но мы тоже подготавливаем проект, который скоро покажем на весь посёлок. Организацию проведения квеста волонтёры культуры практически полностью взяли на себя. Это их дебют, и самим немного волнительно и страшно, но почти ровесники, ведущие на этапах и игроки быстро наладили контакт. 58 суток сержант Павлов и его бойцы отбивали атаки вражеской пехоты танков-самолётов, введя оборону в одном из домов города. В каком городе находится этот дом солдатской славы, знаменитый дом Павлова? Здравствуйте, молодец. Равняйсь! Смирно! Здравствуйте! Здравствуйте, Слава! Так, больно! Строевая и военная подготовка, знаменательные даты и имена в Великое Отечественное и спортивный этап. Чтобы победить в игре, участники команд должны быть разносторонне развиты. Но главным всё же выступал командный дух – взаимовыручка. Одни – интеллектуалы, другие – спортсмены, третий – смекалистые ловки. Усилия каждого – залог общего успеха. А силы оказались равны. Каждая команда по итогам игры получила диплом за участие и сладкие призы.